Продолжение следует... 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 После этого строительству уже никто не мешал, и дело шло полным ходом. Тем более у друзей появилось много помощников, и молчаливая обезьянка Мария Францевна, и разговорчивая жирафа Анюта, и круглый двоечник Дима, и тихая воспитанная отличница Маруся. Стены домика почти готовы, теперь нам надо решить, из чего же делать крышу. Как из чего? Ну ведь это очень просто. Крыши обычно делают из того, что не пропускает воду. Впрочем, крышу можно и вообще не делать, а то мне не пролезть. До вас дошло? Спасибо, жирафа, спасибо, Анюта. До нас дошло. Пожалуйста. А можно мне сказать? Говори, Тобик. Вот у нас вокруг домика стоит забор. А он нам уже не нужен, раз, из него можно сделать крышу. Согласен, но тогда мне нужны гвозди, примерно сорок штук гвоздей. А где их взять? Я достану гвозди. Надо, значит, надо. Он немного подумал и побежал на дальнюю окраину города, где располагался главный городской строительный склад. У ворот склада сидел на лавочке главный кладовщик в валенках и курил папиросы беломор. Чебурашка начал издалека. У меня есть дефицит. Как и гвозди, как и гвозди, антрацит. Здравствуйте. 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 Солнышко это светит, травка зеленеет, а нам вот так нужны гвозди. Не дадите. Ух, это не травка зеленеет, это краску пролили, а гвоздей нет. Ух ты. Каждый ящик на учете. У меня есть дефицит. Зато птички поют, заслушаешься. А может, найдете лишнее, нам же немного надо. Если бы это птички пели, то уж ворота скрипят. И искать не буду ничего лишнего. Очень жаль, что это не птички скрипят. А мы строим дом дружбы. Дом дружбы? Да. О, ну тогда другое дело. Тогда я дам тебе гвозди. Уж так и быть, Берри. Только я тебе дам гнутые гвозди. Эх ты. Идет? Идет. Большое спасибо. Только тогда дайте мне уж заодно и гнутый молоток. Гнутый молоток? Ага. Зачем? Ну как зачем? Забивать гнутые гвозди. Хе-хе-хе. Ну ладно, так и быть. Дам тебе прямых гвоздей. Хватит. А гнутые выпрямлю сам. Вот то-то. Держи. Спасибо. У меня есть дефицит. Лаки, гвозди, антрацит. Но для правильных людей мне не жалко и гвоздей. И вот дом почти готов. Надо только покрасить его. Изнутри и снаружи. Каждый из героев выбрал себе одну стенку и красил в свой любимый цвет. Вперед смотрите веселей, вперед смотрите веселей, прекрасно жить на свете. У вас полным, полно друзей, у вас полным, полно друзей, и только надо встретить. У вас полным, полно друзей, у вас полным, полно друзей, и только надо встретить. Вот потому мы строим дом, вот потому мы строим дом, Дом дружбы и веселья. И всех людей хороших ждем, И всех зверей хороших ждем, Сюда на новом селье. Дом вышел на славу. Веселый и разноцветный. Мы построили наш дом дружбы. Ты знаешь, Тебурашка, мы с Геной решили, что тебе надо сказать приветственную речь при открытии домика. Ой, Галя, Галенька, я боюсь, у меня ничего не получится, я никогда не говорил этих речей. Ничего получится, надо будет только немного потренироваться. Я сейчас скажу тебе одну скороговорку, а ты ходи и повторяй. Если повторишь без запинки, значит ты сможешь сказать любую речь. Вот. Мышка сушек насушила, мышка мышек пригласила, Мышки сушки кушать стали, зубы сразу же сломали. Это очень легкое стихотворение, я его сразу повторю. Мышка сушек нашусила, мышка мысок пригласила, Мышки сушки кушать стали, зуб жубы сразу же сломали. Ой, что же это получается? Получается, получается, вот же как можно. Ну, давай. Вот. Мышка сушек нашусила, миска мисик пригласила, Шишки мушки сушек стали, зубы сразу же сломали. И у тебя ничего не получилось без двух слов свежать не можем. Значит, надо как можно больше жаниматься. И он жанимался и жанимался всю ночь. Праздник получился на славу. Все явились нарядные и радостные. И вот Галя, Гена и Чебурашка втроем вышли на крыльцо дома дружбы. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые граждане! Уважаемые гражданки! И уважаемые гражданятки! АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас вам Чебурашка скажет речь. Говори, ты готов? Конечно, всю ночь жанимался. Ну, что я могу сказать? Все мы очень рады. Штроили мы, штроили и наконец поштроили. Да здравствуют мы! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Гена, здорово у меня получилось? Здорово! Молодсяга! Теперь я перекушу ленточку перед входом. Кусяй! Зачем? Это всегда так делается. На праздниках. АПЛОДИСМЕНТЫ Чебурашка открыл дверь. И... Тут же на голову ему свалился большущий кирпич. Ай! 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 Что это? Ай! Знаю! Это старуха Шапогляк! Ну, погоди же! Погоди, не сейчас на Шапогляк! Я с тобой еще поквитаюсь! Ай! Посмотри, какая у меня здоровенная шишка! Ну, ничего, Чебурашка! Все заживет! А теперь нам пора за работу! Сейчас мы будем записывать в книгу всех, кому нужны друзья! Скажите, пожалуйста, кто первый? Кто же первый? Неужели никого нет? Скажите, жирафы, разве вам не нужны друзья? Не нужны? Уже не нужны! У меня есть друг! Кто? Кто же это? Как кто? Конечно, обезьянка! Мы с ней давно подружились! А как же вы с ней разговариваете, Анюта? Она же все время молчит! И хорошо! Зато я все время говорю! Она сидит у меня на шее, как воротник! И слушает! И нам очень удобно! Вот это да! Я бы никогда не догадался! А ты, Дима, разве ты завел себе друга? Завел! Еще как завел! Кто же это? Покажи нам! А вон кто! Маруся! Да, это я! Но ведь она отличница! У нее совсем нет двоек! Это, конечно, плохо! Но двойка это не главное! Если у человека нет двоек, еще не значит, что он никуда не годится! Конечно! Зато у нее можно списать! И она помогает мне делать уроки! Вот! Ну что ж, дружите на здоровье! Мы будем только рады! Правильно! Спасибо! А кого мы будем передруживать, если все уже передружились без нас? Да! Что же это получается? Строили, строили и все напрасно! И совсем не напрасно! Во-первых, мы подружили жирафу и обезьянку, правильно? Правильно! Правильно! Во-вторых, мы подружили Диму с Марусей, правильно? Правильно! Правильно! Тихо! У нас теперь есть новый домик! И мы можем его кому-нибудь подарить! Ага! Например, Чебурашке! Ведь он живет в телефонной будке! Правильно! 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 Нет! 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 Неправильно! Неправильно! Послушайте! Этот дом надо отдать не мне, а детскому саду! А как же ты? Ты так и будешь жить в телефонной будке! Ну и что? Ну и ничего! Я как-нибудь перебьюсь! Но вот если бы меня взяли в детский сад работать игрушкой, то это было бы просто здорово! Днем я бы играл с ребятами, вечером спал бы в доме и заодно сторожил бы его! Только не возьмут меня в детский сад! Ведь я неизвестно кто! Как это так? Неизвестно кто! Очень даже известно! Хотел бы я быть таким неизвестно кто! Чебурашкой! Мы попросим за тебя! Все попросим! Все попросим! Чебурашка! Чебурашка! Да ты такой замечательный! Что ты? Тогда я счастлив будет! Теперь я чебурашка! Мне каждая дворняшка При встрече сразу лапу подает! Теперь я чебурашка! Мне каждая дворняшка При встрече сразу лапу подает! Ну, теперь я вижу, что у друзей все в порядке! И мне остается сказать одно последнее слово! Какое слово? Конец! Правильно? Как так конец? Нельзя говорить конец! Мы же еще не расквитались с этой зловредной шапоклят! Вот когда расквитаемся, тогда можно будет сказать конец! Понял? Ладно, квитайтесь! Интересно, как это у вас получится? Очень просто! Она все время здесь крутится! Шапокляк! 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 Я ещё вам покажу! Вам все будет злой! Слушайте, а может она и вправду вернётся? Тогда нам действительно житья не будет. Не беспокойся, Тебурашка. Ветер унесёт её далеко-далеко. А если она останется такой же вредной и злой, ей никто помогать не станет, значит, она просто не доберётся до нашего города. Ну что, хорошо мы её проучили? Хорошо. Мне немножко жалко. Вот теперь, ребята, я могу спокойно сказать слово «Конец!» Пусть бегут неуглюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непохожим, почему я весёлый такой. Я играю на гармошке, У прохожих на виду даже лень. День рождения только раз в год. Прилетит только раз в год. Только раз в год. Я играю на гармошке, Я играю на гармошке, У прохожих на виду на виду к сожалению день рождения только раз в год. О-о-о-о! К сожалению день рождения только раз в год. День рождения и и и и и и и и Продолжение следует...